Здравствуйте! В эфире программа «Точка зрения». Я ее ведущий Дмитрий Аграновский. И тема нашей сегодняшней программы — антисоветизм и русофобия как инструменты разрушения России. Мы поговорим о том, кому это нужно, кому выгодно, и как именно эти инструменты используются для того, чтобы подорвать нашу с вами страну и очернить нашу историю. Гости нашей студии. Тетекин Ичислав Николаевич, член Комитета Госдумы по обороне, фракция КПРФ. Зиновьев Ольга Миронова, сопредседатель Зиновьевского клуба «Мир России сегодня». Третьяков Виталий Товьевич, декан Высшей школы телевидения МГУ имени Ломоносова. И Болдырев Юрий Юрьевич, экономист и публицист. Вячеслав Николаевич, давайте, может быть, начнем с вас. Вот Владимир Владимирович Путин говорит, у нас нет и не может быть другой объединяющей идеи, кроме патриотизма. Никакой другой идеи придумывать и не надо. В принципе, без всякой иронии говорю, что мы все присутствующие в студии большие патриоты. Но каково нынешнее понимание патриотизма властями? И достаточно не только патриотизма, чтобы объединить совершенно антагонистические слои работодателей, работника, жулика и честного человека, олигарха и бедного. Я вспоминаю славные, в кавычках, годы 90-е годы, когда патриотизм был ругательным словом. Причем практически та же самая нынешняя политическая и интеллектуальная элита использовала патриотизм именно как бранное слово. Считалось, что мы должны настолько сильно прогнуться перед Западом, ниже просто не бывает, что сама мысль о том, что мы должны позаботиться о национальных интересах, уже является неким кощунством и уже преступлением против мирового сообщества. Потом что-то начало меняться в ржавом механизме российской государственности. Наконец мы приплыли к нынешнему состоянию, когда вдруг на каждом углу расцветают, в том числе и красные флаги Победы, что было совершенно немыслимо 20 лет назад, когда в 93-м году нам препятствовали маршу по Тверской улице, по улице Горького тогда еще в День Победы. Сейчас День Победы превратился в государственный праздник номер один. Что произошло? Мы должны, когда говорим о патриотизме, мы должны действительно говорить о государстве как классовым явлением. Чей патриотизм? В чью пользу направлен этот патриотизм? На защиту чьих интересов направлен вот этот новоявленный патриотизм? Мы обязаны вернуться к марксистской трактовке государства как проявления государства, как орудия управления со стороны правящей элиты. Что из себя представляет нынешняя правящая элита? Это бюрократический олигархический класс, который сплелся воедино. То есть нам предлагается сейчас защищать интересы под маркой патриотизма, разумеется, защищать интересы вот этого самого правящего класса. Тогда как сам правящий класс декларирует на каждом углу свою новую приверженность к патриотизму и накалывает на себя так называемые георгиевские, на самом деле гвардейские ленточки, держит свои вуары за рубежом, учит своих отпусков там же, проводит свои отпуска там же, покупает виллы и так далее и тому подобное. То есть, с одной стороны, патриотизм декларируется как некая новая национальная идея, с другой стороны, мы совершенно отчетливо видим, что продолжается разрушение России. Ольга Мироновна, я на днях читал в «Комсомольской правде» статью Джульетта Кьезе. И он говорит, что русофобия – это некое, можно сказать, уникальное явление, присущее только интеллигенции России. Он приводит пример, что нет итальянофобии или немцефобии. И разговор с одной молодой парой, таких, наверное, либералов активных, которые говорят, что, ну подумаешь, 30 миллионов вымрут, они не вписались в рынок. Вот что это за явление русофобии? Почему оно все-таки в России вообще имеет место и получило распространение в неком таком московском интеллигентском слое? – Русофобия, прежде всего, это отношение к своей родине, как к этой стране, не к нашей стране. И вот когда вот эта спесь и брезгливость через губу, когда говорят, ну что эти вот, это в нашей стране вот эти вот интеллигенты, или вот эти вот артисты, или вот эти вот политики, люди, которые выражают вот эту позицию русофобии, они прекрасно устроились в недрах нашего общества, причем в хороших недрах, на хорошо оплачиваемых должностях, занимают позиции экспертов, занимают позиции креативных менеджеров и очень оперативных менеджеров. То есть люди, чья деятельность оплачивается тем народом, той страной, против которой они направляют все силы своей души, или там, я не знаю, какие-то установочные моменты. Русофобия – это, вы знаете, это не оружие, это страшное ментальное заболевание, то есть когда люди уже остановиться не могут. Под русофобией проходит тогда все. Я ненавижу моих соседей, я ненавижу литературу, которую преподавали раньше, я ненавижу страну, в которой родились мои родители, я ненавижу моих предков, которые идиоты, вместо того, чтобы сдаваться, как вот предложили тут на одной радиостанции, надо было сдаться как французам во время войны, и все было бы совершенно замечательно. ненавидеть все, что связано с историей, и с интеллектом, и с самыми лучшими проявлениями твоей социалистической, твоей российской родины. Называйте это как угодно. Я вспомнил Оливера Стоуна, который почем зря ругает американские власти, но ни в коем случае не ругает Америку как таковую. Виталий Тойович, власти сейчас с тем или иным настроем, с теми или иными целями возрождают патриотизм, очень много говорят о патриотизме, конечно, мы, наверное, все это приветствуем, но вообще возможно возрождение патриотизма при этом с антисоветизмом? Вообще можно ли без советского строя, без советского периода говорить о патриотизме? Конечно, я приведу пример, наверное, самый вопиющий, это День Победы, действительно, самый великий праздник и задрапированный мавзолей. Объяснить это разумными какими-то мотивами я не могу. Почему это происходит? Патриотизм замечательная вещь, и любой нормальный человек должен любить свою семью, несмотря на то, что там тоже есть недостатки своей родины, это что тут объясняют? Ну, конечно, слова о том, что патриотизм – это наша национальная идея, это неправильно. Владимир Путин не прав, на мой взгляд, когда это утверждает. Объяснение этому я вижу в том, что этим словом легко заменить то, что нужно бы сказать, но либо не хочется еще, время не пришло, на его взгляд, или не сформировалась эта самая национальная идея, и ее нельзя так просто артикулировать, донеся до всех. Вот скорее возрождение величия России, Россия как одна из великих мировых держав, вот скорее это национальная идея, чем просто патриотизм. Патриотизм может быть и у маленькой страны, и у большого, и у среднего, какой угодно. А теперь что касается русофобии. Не могу не отреагировать, я знаю хорошо Джульетту Кьезу, я абсолютно не согласен с тем, что знаю это интервью, что он там сказал. Не буду долго на все счет распространяться, но недовольство строем российским, государственным, оно могло быть в разные годы, в разные века. Ну и, например, Курский это продемонстрировал в диалогах заочных-вочных с Иваном Грозным. Но вот эта русофобия внутри российского общества родилась с присоединением в XVIII веке Польши к Российской империи, когда определенные массы людей, не живших в Российской империи, до того стали значительной частью ее населения и значительной частью интеллигенции российской. Поэтому среди собственно русских я вот этой русофобии не замечал. Во всяком случае так, как она присутствует, декларируется, звучит в разных аудиториях, вот самые эти кричащие, громко голосящие русофобы. И теперь что касается патриотизма, объединяет, не объединяет. Вот эта ситуация, когда возник класс людей, не только в России, во всем мире, давно, но в России сейчас активно, фактически с двойной лояльностью, а то и с тройной лояльностью. Причем какая лояльность для них важнее, это легко ощущается. Там, где они зарабатывают деньги, эта территория им нужна, чтобы зарабатывать деньги, а там, где они собираются тратить деньги, вот куда действительно отправляют свои семьи, где в принципе хотели бы жить, если бы только не вынуждены были быть привязаны к этой нестепенной скважине. Как лохотовики. Да. Тут уже, извините, не пахнет никаким патриотизмом. Юрий Юрьевич, вот я понимаю, что президент, премьер-министр, они должны лавировать, они должны угождать и этим слоям, и этим, объединять как-то там между собой людей. Но вот в ноябре прошлого года и Дмитрий Анатольевич, и Владимир Владимирович, они принимали участие в открытии Ельцин-центра. Ну, оставим в стороне, что это сверхдорогое здание, я его видел и в фас, и в профиль, оно просто какое-то чудовищное по своей затратности. Но я слежу так по интернету, что там происходит. Это же такое некое гнездо русофобии, антисоветизма, вообще очернительства нашей истории. В нашей истории, вот если верить преподавателям и лекциям, которые там происходят, не было ничего, кроме резни, грязи, и иногда мы как-то смотрели на Запад. Вот должны ли власти, лавируя или еще из каких-то соображений, поощрять дискредитацию историю собственной страны? И если не должны, то почему они это делают? Почему вот этот Ельцин-центр, электоры, которые там существуют, они прекрасно живут, они получают свои гранты? Как это вписывается в государственную политику? Нет вопроса о том, почему они это делают. Есть вопрос, почему мы терпим такую власть. В чем беда? Беда в масштабном лицемерии и попытке угодить не разным слоям населения, а попытке угодить патронам там на Западе, попытке угодить тем, в чью среду, в чей эстеблишмент хочется встроиться, кем хочется быть признанными, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы здесь в общем сильно не бунтовали и как-то в общем рейтинги поддержали. Я бы так перестроил. Вот было экономическое совещание при президенте. Вроде как выбор пути. Почему, если это выбор пути, фундаментально, тем более в предвыборный год, через три месяца выборы, если это экономическое совещание раз в два года только проводится, вообще мероприятие-то, масштаб, да, казалось бы, распиаренное, почему нет первого докладчика представителей единой России, вот наша стратегия, партия, которая отвечает за все, второе докладчик, представитель КПРФ, первая по численности напряжения длительного периода времени оппозиция, самое, что печальное с точки зрения лицемерия, а кто были основные докладчики в данном случае? Вот кто на этом экономическом совещании, хоть в президентской, хоть в парламентской, хоть в монархической, неважно, на высочайшем совещании, кто представлял относительно национально ориентированные силы? Кому доверили, как это было распиарено и как это называлось? Доклад Столыпинского клуба. История начинается и заканчивается не тысячу, и не сто лет, и не пятьдесят лет назад. История идет от сегодняшнего дня и назад, или наоборот. Доходит до сегодняшнего дня. Так вот, если этой власти по каким-то своим манипулятивным причинам выгодно и сегодня демонстративно подавать основные разногласия в нашем обществе, через все СМИ подконтрольные, как будто это разногласия между Кудрином, Уликаевым и Столыпинским клубом, и все, и ничего больше в обществе не существует, и даже все наработки Российской академии наук, не академиков, а всех институтов Российской академии наук, они как бы вот типа включены в работу Столыпинского клуба. Понимаете? Это фальсификация чего? Это фальсификация даже не истории, а сегодняшнего дня, сегодняшней проблематики, сегодняшней ситуации. Это навязывание обществу абсолютно ложной картины нашего бытия и, в общем-то, тех объективных конфликтов не войны, но конфликтов реальных, которые могут быть и созидательными. Это ложная картина тех конфликтов, из которых должно происходить развитие сегодняшнего общества, а будет происходить деструкция и обман. Бессловно, строительство этого Ельцин-центра не... Это не заказ Запада. Построят у нас этот центр или не построят, Западу все равно. Я думаю, там, не знаю, обратил ли он на это внимание. Но это вот тот случай, когда мертвые хватаются за живых. Путин не может, это, наверное, специальную передачу уже проводить, по каким причинам, каковы все обстоятельства, включая его приход к власти, не может отказаться окончательно порвать с теми, кто до него правил в России. Вот со всей этой ельцинской командой. Он честно выполнил все, что обещал. Но там, видимо, хотят большего. И чего большего в частности? Большего это вот тот все более и более позитивный образ Советского Союза, который возникает невольно. Но нам здесь не нужно объяснять. Мы знаем и недостатки Советского Союза. Ну, там, не знаю, Ольга Миронна, наверное, может сказать, это уж совсем там с разных сторон. Но на фоне вот того, что происходит сейчас, даже при успехах России многочисленных, при Путине, который, безусловно, восстановил страну из этого распада 90-х, Советский Союз, плюс ностальгическая память, ну, и там многое другое, плюс вот это 9 мая, бессмертный полк, ну, как-то не замазывай их, сколько не убирай. Главная же тема дискуссий перед 9 мая, это, собственно, две. Если не брать эту либеральную тусовку, которую там, ну, там, понятно, нужно было сдаться, но все это ахинею. И они сдадутся, они сдадутся. Вот хорошо то, что мы знаем предателей, в случае чего они себя называют сегодня. Это дискуссии две сегодня. Сталина покажут или не покажут? Ну, абсурдно, Сталин был в истории. И вот, да, и мавзолей закроет, вот, вокруг этих двух фигур, еще больше привлекая к ним внимание. И вот этот позитивный образ Советского Союза, несколько даже может быть гипертрофированный, позитивный, с забвением некоторых, иногда и существующих недостатков, он пугает этих людей. Поэтому вот нужно выкатить троллейбус, с которым Борис Николаевич Ельцин якобы ездил чуть ли не каждый день в МГК, в Московской горком партии, на работу. Я думаю, что в данном случае история тоже расставит все по своим местам. Это гигантское здание будет передано областной Свердловской больнице. Это будет крупнейший медицинский центр Свердловской области. Психоневрологический диспансер будет. Вячеслав Николаевич, ну, тем не менее, вот действительно последние два года мы, наверное, испытываем непрекращающийся патриотический подъем, это факт. Возвращение Крыма в Севастополь, а потом, ну, мы очень многого, я думаю, ждали от событий на Донбассе, но я не скажу, что народ разочарован. Нет, мне кажется, нет. Люди еще будут долго это терпеть, и рейтинг будет только за счет этого держаться. Но, тем не менее, если взять народ Донбасса, народ Крыма, вот не кажется ли вам, что у них было ощущение, что они после Украины, вот этого страшного, ужасного, вернутся в некое общество социальной справедливости? А оказалось-то, ну, что наше общество далеко от социальной справедливости, я знаю, что и в Крыму, и на Донбассе в связи с этим возникают некие конфликты. Вот, как вам кажется, не разочаруются ли они тем, что они попали, ну, тоже в дикий капитализм? Не в ту Россию. Ну, не в ту Россию, может быть, в которой им хотелось, но дело даже не в России, а тоже в дикий капитализм. Ну, там капитализм более дикий, здесь он более заорганизованный, но суть-то от этого не меняется. От социального справедливости, от социальной справедливости. К сожалению, что Украина, что Россия одинаково далеки. Дмитрий, я хотел сначала порассуждать немножко на тему, которая у меня возникла в мозгу уже в ходе этого обсуждения. Почему патриотизм, официальный патриотизм нынешней власти довольно успешно сочетается с лютым антикоммунизмом и, по сути дела, скрытой русофобией правящей группировки? Это поразительное явление. С одной стороны, мы патриоты, с другой стороны, патриотизм кончается 1991 годом, а все остальное черное, грязное, кровавое и так далее. Объяснение, на мой взгляд, довольно простое. Дело в том, что наша правящая элита, наша правящая верхушка является частью мирового олигархического класса. Разница заключается в том, что когда в начале 90-х годов вот эта еще не оперившаяся, только начавшаяся формироваться будущая олигархическая группировка, она вползала в Запад практически на коленках, раздавая налево-направо наши стратегические ресурсы, наши военные, политические, экономические тайны, в тот момент они были на положении бедных родственников. Но через некоторое время с ростом цен на нефть, вот эта олигархическая группировка, которую контролируют наши государства, она стала вставать на ноги. Она стала ощущать, что она самостоятельная сила внутри этой самой мировой олигархии. И она стала все более громко говорить своим собратьям на Западе, что, извините, ребята, это наша поляна. Мы занимаемся тем, что собираем грибы, ягоды и отстреливаем дичь на этой поляне. И вам не надо вмешивать сюда. А Запад начал все более настойчиво говорить, подождите, ребята, мы так с вами не договаривались. Если вы вошли в так называемое цивилизованное сообщество, то есть если вы вступили в мировую олигархию, вы должны играть по нашим правилам. И тогда наши ребята сказали, нет, подожди, мухи отдельно, котлеты отдельно. Вот это ваше, вот это наше. И вот здесь, на этом фоне возник как раз государственный патриотизм. Когда правящая группировка, защищая свое право грабить нашу страну, говорит, надо объединить всем народом для того, чтобы дать отпор этому презренному Обаму, который хочет грабить Россию вместо нас. Вот отсюда патриотизм, который четко совершенно сочетается с антикоммунизмом. Почему? Потому что идеалы диаметрально противоположны. Если идеалами коммунистов были удовлетворение насущных потребностей населения, если говорить самым обобщенным образом, то для этих ребят извлечение прибыли в любом виде из любой страны высасывания фактически соков. И вот здесь вот мы подходим к ответу на ваш вопрос. Почему некое разочарование существует в Крыму и в Донбассе, когда они столкнулись с этим реалием? Я не уверен, что там существует сильное разочарование по поводу того, что не увидели. Кстати говоря, все эти разговоры о том, что великий Путин, так сказать, привел Крым в Россию, на самом деле это неправда. Дело в том, что Крым, и я в этом глубоко убежден, он фактически свалился в объятия России. Это была реально проявленная воля народа. Конечно, уже людей некое розовое впечатление, матушка России, которая примет свои объятия, так сказать, обогреет, обеспечит, защитит и так далее. И когда они сталкиваются с этой чудовищной бюрократией, с этим чудовищным воровством, конечно, у них разочарование существует. Но я убежден, что никаких радикальных смен настроения там не произойдет ни в Крыму, ни в Новороссии, потому что нынешняя украинская действительность, она настолько хуже, что дальше ехать некуда, возвращаться им, собственно говоря, некуда. Только вперед или назад в Россию, так сказать, в надежде на то, что мы совместными усилиями эту Россию изменим. Ольга Мироновна, в нашей Конституции, которая мы помним, когда была принята, в 93-м году, помним после чего, после расстрела парламента, можно сказать, еще даже не успели все тела убрать, а может быть, даже и в прямом смысле слова не успели, потому что, я помню, парламент стоял обгоревший. Вот в ней написано. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Статья 13, часть 2. Как вам кажется, на сегодняшний день мы действительно живем в полном идеологическом вакууме или какая-то очень жесткая идеология присутствует? Мы не живем в идеологическом вакууме просто в силу невозможности такого пребывания. Идеология негативная, положительная, идеология ад и контр, она в любом случае существует. Отсутствие идеологии, это тоже есть идеология. Латентный период такого закрытого антикоммунизма, антирасизма, антирусизма и русофобии, он закончился. Почему он закончился? Потому что Россия стала расправлять крылья, Россия стала приходить в себя. До тех пор, пока мы числились в качестве побежденной страны, пока нам вот так вот показывали на скамейку, ну, не для подсудимых, но вы не люди, мы вас победили, как говорили в Организации Объединенных Наций, мы вас победили, вы не имеете права вообще выступать тут с какими-то соображениями. И вот в тот момент, когда в стране стали накапливаться совершенно естественно, прошло все-таки достаточно много времени, скажем вот так, после примерно 15 лет стало накапливаться осознание того, что не все идет так, как надо было бы, как хотелось бы, как могло бы, мы постоянно поворачиваемся, оборачиваемся назад, мы говорили сегодня здесь уже об этом, возвращаемся ностальгически или по каким-то другим соображениям, возвращаемся к образцу, к тому периоду нашей страны, когда за те же самые 10 лет, допустим, после войны, что у нас было? Мы построили университет, мы построили шикарное здание Московского государственного университета 8 лет спустя после войны. Прошло уже сейчас 25 лет, народ видит разных, по-разному видит, но ситуация работает на то, что внутренне происходит уже внутренняя какая-то консолидация и требование, потребность вот этой жизненной идеологии, которая позволяет тебе чувствовать себя гражданином твоей страны, которая тебе позволяет быть патриотом без призывов, понимаете, в газетах или где-то. Когда ты идешь в этот бессмертный полк, я не говорю, что это кто-то придумал, но как проявил народ себя вот в этом бессмертном полку, это поразительно. Никого не загоняли, никого не просили, никто на чем не настаивал. Это вот тот импульс освобождения от навязанного образа нашей страны теми идеологическими системами, которые ногами открывали дверь в кабинеты нашего руководства. То есть мы избавляемся потихоньку от так называемых менеджеров, мы избавляемся от немецких, как вам сказать, как вот раньше были, управляющие, да? И страна, она приходит в себя. Нас запустили. А нет, 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 я вам должна сказать, что все-таки, если бы нам не дали вот эти 25 лет, ну не то, чтобы дали, не упустили бы нас из виду на эти 25 лет, а разбомбили бы нас с самого начала, ничего бы не было. Нам дали возможность вырасти, нам дали возможность зарастить наши раны. Виталий Туевич, вот действительно, бессмертный полк, эта инициатива выросшая снизу. И мы видим, что только чуть-чуть народу разрешили быть патриотом, как ну все кинулись, и процессы, которые, на мой взгляд, происходят в народе, они стремительные. Страна меняется просто невероятно. И в том числе, наверное, и на выборах как-то это будет видно, несмотря на все фальсификации. Но, не кажется ли вам, что в нашей стране власть, банки, бизнес, средства массовой информации принадлежат ничтожной во всех смыслах, но очень сплоченной антисоветской и русофобской группе? Вроде бы капитал, это, значит, абсолютный космополитизм. Капитал, это отечество, да. А вот дело не в том, что капитал, а дело в том, ну нельзя без капитала, без рынка нельзя. Но вот Советский Союз, и в нем-то существовал рынок, начиная от колхозного рынка, кончая всякими комиссионными магазинами, ну и там многим другим. Квази-рынок такой. Вот американские капиталисты, они очень националистичные. Конечно, конечно. Вот. И одна из причин этого, они же от этого капиталистов не перестают быть, потому что доллар есть основная валюта мира. Если ты завраться не в бриллиантах, а в долларах, то ты служишь интересам этого доллара, потому что если ты ему не будешь служить, обесценится твое состояние. А уж там, где ты живешь, Россия или-то неважно. Поэтому превращение рубля в настоящую твердую резервную валюту мировую, это задача есть и политическая, может быть, даже больше, чем финансовая. Идеология все равно, все равно правильно Ольга Миронов сказала, какая это есть. Назови ее, не назови. Просто наши политики разного уровня запутались. Они не могут, не хотят, боятся сформулировать. Советская часть российской истории, есть 74 года в 20-м веке, российской истории, определенные, специфические. На мой взгляд, это гигантский исторический эксперимент, прыжок в будущее, не получившийся, реализация великой утопии. Откуда пришедшая утопия, хорошо легшей на российское самосознание Запада, что нас упрекают, что коммунизм такой-то. Кто коммунизм придумал? Что, большевики, что ли, здесь? Ульянов Ленин, до него коммунизм, он еще не родился, когда коммунистическая идея родилась. Она родилась на Западе. Все основные разработчики были западными. Коммунисты, большевики... Хотя я вспомнил Бердяева истоки смысла русского коммунизма. Ну, нет. Некоторые вообще там к христианству отзвонят. Я к тому, собственно, та доктрина, которую пытаются там запретить вот эти всякие хутоские государства, окрестностей Евросоюза и прочее. Им нужно было бы там Карла Маркса крушить памятники. Ну, попробовали бы они сломать памятники, Карлу Марксу, где-нибудь там в Лондоне, на кладбище. Им бы быстро показали. Вот. Нужно просто восстановить эту логичную целостность истории. Этого боятся многие наши историки, которые, я знаю, они как флюгеры. Я же знаю позиции, публично высказывая наших историков, многих известных, в 89-й год, в 91-й год, в 93-й год. И так по этапам сейчас все за Владимир Владимировичем практически идут. Он им указывает верный путь. Поэтому... Причем не только историки, и философы, и политики тоже. Нет, просто история как раз та материя, когда вот нужно или не нужно открывать этот самый мавзолей. И вот тебе тут начнутся всякие рассуждения под все какие-то факты. Ну, эту ахинею разбирать там, ну, абсурд, да. Юрий Георгиевич, Александр Зиновьев называл советский период вершиной российской цивилизации, русской цивилизации. И он же говорил, что мы целились коммунизм, а попали в Россию. Вот не кажется ли вам, что сейчас антисоветизм части власти, части СМИ какой-то вот отчаянный, он является ответом реакции на возрождение интереса к Советскому Союзу в народе? И не кажется ли вам, что сейчас это активно и дальше будет использоваться для того, чтобы, ну, грубо говоря, Россию поставить на свое место, для того, чтобы ее разрушить, и этот антисоветизм и дальше будет использоваться для того, чтобы как-то нашей стране навредить? Мне как-то пришлось недавно совсем выступать в Зиновьевском клубе и акцентировать внимание на том, что Александр Александрович Зиновьев, с которым мне посчастливилось работать в его последние годы, был прежде всего нон-конформист. Он не соглашался петь в общем хоре, как только слышал, что хор что-то куда-то не туда, а где-то немножко по подсказке сверху. Нет, стоп, стоп. Вот. Так и здесь. Значит, как только наши зрители увидят название передачи, А им головы заморочили уже по центральным телеканалам. У нас главная проблема антирусофобия где-то там, либералы гадкие где-то там, вот это у нас проблема главная. Но они действительно гадкие. По названию передачи даже смотреть нас с вами не будут. Ясно, встроились в тот хор. Давайте сразу, мы не в том хоре. Значит, если мы говорим о русофобии, антисоветизме, то не о том, который где-нибудь там в Германии, в США, а о том, что у нас здесь происходит. Где у нас здесь? Опять же, топтаться по кудренным, отвязным либералам, это все 10 лет назад было актуально. Никаких либералов самостоятельных в нашей стране, имеющих хоть какой-то самостоятельный голос, нет давно. Они имеют голос. Исключительно потому, что верховный правитель вот так вот их все время вытягивает. Газпромам принадлежит ключевой рупор этого всего. Государственный российский телеканал проводит пропаганду, принадлежащую государству, но практически либеральную, вульгарно-либеральную. Какие либералы? Нет в них либералов. Народ даже при всей агитации за них, там 10%, максимум 15% за них готовы голосовать. Нет их вообще. Это то, что совершенно 5%. Это то, что потому, что это стало синонимом воровства, обмана, манипуляции и так далее. Предательство. Предательство. И обоснованно стало синонимом. Значит, все это существует исключительно потому, что верховному правителю, которому выяснили, можно хвалить, можно за это, можно хвалить вот за это. Ругать нельзя ни за что. Даже осуждать нельзя. Так вот я хочу сказать, что ключевая проблема в том, что верховному правителю, его клану, его группировке выгодно делать вид, что он где-то посередине, для того, чтобы общество обоснованно не могло предъявлять к нему претензии, как крайне правой, вульгарной, олигархической, антинациональной силе. Вот для того, чтобы не быть крайне антинациональной, вульгарной, либеральной, олигархической силой, ему надо, чтобы были кто-то еще более предательские, антинациональные, вульгарные, либеральные и так далее. Поэтому снова и снова Чубайсы, Кудрины снова достаются нам, демонстрируются. Вот они, вот они. И вот мы будем рассказывать, какие антисоветчики. Нет их антисоветчиков. Есть наша верховная власть, которая этим процессом дирижирует. Ничего другого просто нет уже. Вот если мы это осознаем, то наши претензии в едином процессе русофобии и антикоммунизма, как элемента русофобии спустя 25 лет после разрушения СССР, в одном направлении. Только в одном этом направлении. Другого направления нет. Это раз. Второе. Я просто хочу важный акцент сделать. Нельзя обсуждать русофобию, антикоммунизм, не будучи самокритичными к себе. Норма для здорового общества – быть недовольными собой. Чем мы прежде всего должны быть недовольны? Своей слабостью в самоорганизации. Наша слабость в самоорганизации как на уровне того, что мы не можем предъявлять претензии верховным правителям, так и на самом низовом уровне в самоуправлении. То есть давайте так. Вот энергия требует выхода. Эта энергия может пойти, а мы такие, у нас никогда ничего не получалось, никогда не получится. А нам не надо назад. Нам не надо назад ни в Российскую империю, где были крепостные дворяне. Нам не надо назад в точности в Советский Союз, в какой части? В той части, что открыто обсуждать свободно мы это там не могли. Но он оттого и рухнул, что, как признал тот же Геннадий Зюганов в 2012 году во время избирательной кампании, не было механизма самоочищения. То есть и в этом смысле, в полном смысле назад ни в коем случае нельзя. Иначе повторим тот же путь краха. Но все прекрасно понимают, нельзя перечеркивать историю. Нужно брать лучшее из того, что было. А что лучшее было в Советском Союзе? Беусловно, ощущение элиты и общества как в одной лодке. Мы в одной лодке все разделяли одну судьбу. Вот это главное было ощущение. Первое. Второе. Недопустимость того, чтобы власть означала возможность безнаказанного разграбления государства и при освоении собственности, при всем патриотическом, псевдопатриотическом, ложном патриотическом разже, который есть сегодня, при всем кивая на Российскую империю или на Советский Союз, чем отличается принципиально сегодняшняя система? Что власть этого нужно безнаказанно грабить свое общество и свою страну. Абсолютно, без всякого контроля со стороны общества. Какое должно быть самоощущение у человека, который с этим не согласен? Он либо должен с этим бороться, либо смириться, что да, мы вот такие, мы вот типа хуже Запада, мы хуже Европы, мы не способны. Так вот, мы должны стать способны к самоорганизации, к пресечению разворовывания своей страны, и в общем деле тогда не встанет вопрос об идеологии. У нас написано четко, у нас не написано капитализм в Конституции. У нас написано социальное государство. Мы сегодня не социальное государство. Социальное государство на самом деле это продекларированная в Конституции идеология, что никакая идеология не может, это имеется в виду другое. Пришли чуть более левые, чуть более правые, они не имеют права навязывать всем остальным, как обязательное, чтобы сдавать ленинский зачет. Но идеология-то есть. И мы к этой идеологии должны еще, вот в соответствии с тем, что мы с консоциальным государством, мы должны еще стать, мы должны стать социумом, в котором государство не есть способ управления элитами, массами, а наш основной, главный для великого российского народа и всех народонаселяющих, механизм самоорганизации, организация социума. Вот она идеология, вот она идея. Вот здесь же лежит и пресечение сдачи национальных интересов, и пресечение разграбления государства, и пресечение разрушения базисных основ социума, таких как образование, наука, историческое память и так далее. Это все вместе, это и есть наша национальная идея. Кстати, в России всегда было особенное отношение государства, потому что государство было единственным способом выживания народа. Дорогие друзья, мы каждую нашу программу проводим на сайте голосования. Сейчас я познакомлю вас с результатами. Главная цель кампании антисоветизма – это восстановление забытых и неизвестных фактов истории – 2%, упрощение позиций либералов во власти – 9%, оказание помощи Западу в разрушении России – 23%, и лишение российского народа права на социалистическую альтернативу – 66%. Вячеслав Николаевич, 2017 год. Приближается столетие Великой Октябрьской социалистической революции. Даже министр культуры Медынский говорит, что это было величайшее событие в истории. Не кажется ли вам, что не только у российского народа, но вообще у всего мира отняли право на реальную жизнеспособную альтернативу? Были с достоинством, были недостатки, но где их нет? Но то, что эта альтернатива была, то, что она жизнеспособна, и то, что она выдерживала величайшие в истории испытания – это факт? – Отнять такую альтернативу, в принципе, невозможно. Прогресс человечества неостановим. И потуги нынешних политиков, и пропагандистов, и как в России, так и за рубежом, заглушить эту альтернативу – они абсолютно бесплодны и бесполезны. И то, что нарастание симпатии к нашему советскому прошлому и к вождям этого советского прошлого, к Владимиру Ильичу Ленину, к Иосифу Виссарионовичу Сталину, показывает, что народная воля прорывается через те асфальтобетонные наслоения, которым пытаются подавить эту самую альтернативу. Тем более, что мы видим за пределами России образцы того, что альтернатива по-прежнему работает, она успешная. Если советская модель социализма по понятным историческим причинам оказалась на определенной степени тупиковой, то это не значит, что социализм, как будущее социальной системы, потерпел крах. Конкретная модель социализма, возникшая в конкретных исторических условиях, она потерпела временное, на мой взгляд, поражение. Но мы видим успехи коммунистической Китая, мы видим гораздо менее известные успехи коммунистического Вьетнама и Лаоса. Там у них получается. И это означает, что коммунистическая идея будет постепенно завоевать мир. Мы видим, что происходит в Латинской Америке, когда идет мощный поиск новой альтернативы. Я глубоко убежден, что и в нашей стране вот сейчас начался уже этот процесс осмысления на основе сравнения того, что было, и то, что есть сейчас. И народ всегда умнее своих вождей. И сейчас вот это осознание того, что мы зашли в исторический тупик, начинает все более и более мощно проявляться. Возможно, он еще не проявится вот на этих выборах 2016 года. Возможно, не в 2017-2018 году. Но он проявится в самое ближайшее будущее. Я убежден о том, что выход из вот этой вот геополитической, исторической катастрофы, в которую нас вогнали, конечно, возвращение на пути обновленного социализма. Ольга Мироновна, вот на днях депутаты от ЛДПР предложили запретить использовать образ ушедших, умерших политиков в предвыборной агитации. Это, естественно, камень нашего огорода, потому что мы хотим использовать образ Сталина. Это что? Это просто недобросовестная конкуренция или прекрасное понимание, что советские символы, советские именно, могут сейчас вытянуть любую партию? Я согласна и с первым, и со вторым предположением. Что касается, нет ничего более серьезного, чем наши исторические корни. Говорить про нашу страну и называть ее кладбищем таланта не получится. Вся наша страна, вся действительность, все, что состоялось, все провалы и вся красота нашего развития именно зиждется на тех умерших, на тех именах, на тех подвигах. Не зря, мы же говорили сегодня про Красную площадь, про мавзолей. Ведь очень так избирательно и потихоньку, буквально лет пять тому назад, еще не произносили имя советского народа, главного победителя в Великой Отечественной войне. Теперь это стало, слава тебе, господи, нормой. Теперь да. Теперь где-то как-то с короговоркой произнесли имя Сталина. Нельзя вычеркнуть, нельзя избавиться от своей собственной истории. И поэтому, какую не примет ЛДПР программу, с какими предложениями они не будут выступать, у народа глубокая память. Кстати, я думаю, что у этого законопроекта никаких шансов нет. Дорогие друзья, время нашей программы, к сожалению, подходит к концу. Я всем задам один и тот же вопрос, кратко на него просьба отвечать, он прям буквально двумя-тремя фразами. Юрий Юрьевич, что нужно делать, чтобы победить в нашей стране антисоветизм и русофобия? Самоорганизоваться, уметь спросить со своей власти, не бояться ее менять, не бояться ошибок, не бояться корректировать свои ошибки, не молиться идолам ныне живущим, не полагать, что мы слабое стадо и только пастухам виднее. То есть жить и развиваться в соответствии с достижениями современного человечества, которое полагает все-таки в массе своей, что люди способны быть самостоятельными, дееспособными, организованными и сами строить свою судьбу и не давать никому манипулировать собой, тем более грабить свою страну. Я бы начал сходу остановить реформу образования и многое повернуть вспять, не буду пояснять. И то, о чем я, по-моему, и в этой студии многократно говорил. Так иначе это кадровая революция. Вот эта русофобия идет из правящего класса, властно-владетельного. У него и власть, и собственность основная. И распространяется по разным капиллярам университет, в том числе с помощью системы образования нынешней. Так что вот кадровая революция и остальные реформы образования уже будет много. Поддерживаю целиком полностью предыдущего оратора. И хочу сказать, что надо помнить о том, что врага надо называть врагом, героя называть героем. Вот только при этой установке мы будем жить достойно. И невозможно будет победить нашу страну, ощущение нашей духовности, какие бы чужеродные вбросы с разных сторон ни были, надо относиться с уважением к своей стране. Вячеслав Николаевич. Сегодня, через 25 лет после антикоммунистической контрреволюции в России, совершенно ясно, что нашу страну вогнали в исторический тупик. Выйти из этого тупика и изменить курс можно только с изменением правящей элиты. С отстранением от власти нынешней правящей верхушки. Предпочтительно через честные и свободные выборы. Механизмы этого существуют. И даже в нашей стране некоторое время назад, в конце 80-х, в начале 90-х они еще работали. Если правящая элита будет сопротивляться, упираться этим необходимым, назревшим историческим преобразованием, то история человечества показывает, что есть иные пути преобразований, несмотря на сопротивление правящей элиты. Во всяком случае, мой опыт участия в Южноафриканской революции показывает, что несмотря на наличие мощнейшего репрессивного аппарата, народная воля очень мощно прорывается и в конечном счете обеспечивает те преобразования, которые ведут к трансформации всего общества в интересах большинства этого общества. В любом случае, у нас есть все основания гордиться нашей историей, в том числе действительно великими нашими революциями, которые изменили весь мир. И мы обязательно будем этим гордиться. А с вами была программа «Точка зрения», я ее ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова